Ну, что? Мы тут покататься. Хочешь стоять? Давай! Такие молодцы! Что не делаешь? Хочешь идти! Точно! Конечно, залазить тут все еще. Очень высокая. Да. Ты так похудеешь. Похудеешь так. А-а-а! Опа! Смертельный номер! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-па-а! Мои хорошие. Асланчик был в таком сонном состоянии. И Зуля забрала его домой. Они пошли домой. Мы с Дехрашкой еще остались. Подышать свежим воздухом. Здесь, знаете, зелень позади. Впереди меня и земля такая сыроватая. И пахнет именно сырой землей и зеленью. Я обожаю этот запах. Обычно такой запах бывает после дождя. Ну, здесь такой вот именно аромат воздуха. Зелень хорошая капризничает. Она не хочет ни на качелях кататься. Она не хочет ни сидеть, наблюдать. Она хочет, чтобы ее на руках носили. Мои хорошие, мы несколько минут назад были в прямом эфире в Инстаграме. И, представляете, у дочери началась истерика. Она начала плакать ни с того, ни с сего. Я не знаю, что это с ней было. Закрыла телефон. Нарезала фрукты. Села возле нее, сидит, как будто ничего и не было. Закрывай ротик. Так, мы сейчас кушаем персики и груши. Я им нарезала вот так вот и даю. Я им очень часто даю фрукты в руки. Целиком или пополовинке даю. И они едят, в принципе. Фрукты едят очень хорошо. Но бывает, что размазывают, раскидывают. Сейчас не очень-то хочется за ними убираться. И решила кусочками нарезать. Все, 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 все. Она собрала, взялись в тарелку. Мои хорошие, привет, привет. Вот первое мытье головы у меня прошло успешно. Помою я, в принципе, легко волос. Единственное, сейчас будет сушка очень долго, я чувствую. Я оставлю, естественным способом высушиться. Потом корни подсушу немножко еще. Сейчас сзади попробую показать. Секунду. Так, как же показать-то? Вот. Вот так это все выглядит. Фокусируйся там. Вот. Это по таким светам. Он у меня кажется совсем таким серым-сером. Вот, 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 вот мои волосы. Как и говорил мастер, они после мытья будут чуть-чуть такие волнистые. Где-то вот здесь вот мои заканчиваются. Вот, если проглядеться, видно. Чуть-чуть свет смылся, а еще пару раз помыть будет вообще, вообще такой хороший цвет, который у меня был до этого. Я, в принципе, постоянно ставила краску вот такого цвета. Я не знаю, почему так себе ополчились, что седой, серый мне не подходит. Я, когда ходила с каре, постоянно ставила краску именно вот такого цвета. А потом он через пару, пару помывок смывается. Вообще, у пепельного оттенка такая особенность. Он смывается через 2-3 мытья. Ой, мне так интересно, что будет, когда он полностью высохнет. Смогу ли я сама уложить, как получится. Ну, думаю, смогу, в принципе. Я больше всего переживала, что вот это вот здесь будет очень сильно видно. У меня же вот здесь вообще не укладывался нормально волос свой. Но нет, именно вот здесь хорошо лежит. Даже без укладки. Ну, посмотрим. Короче, дождемся полностью высошенного состояния волос и будем тогда уже смотреть. Наконец-то хотя бы один из детей заснул в своей кровати. И то заснул, как сказать. Очень долго я укладывала спать с нулю здесь. Сама залезла в кровать вместе с ним, пела, убаюкивала и так далее. Еле как уснул. Доча спит также на нашей комнате, на моей кровати. Она категорически отказывается спать в своей кроватке. Ей там места мало или что. Она крутится, вертится. У нас по всему дому игрушки разбросаны. Ничего не поделаешь. Дети собрать их. Они не оставляют собранными. А, кстати, спрашивали про мои цветы. Сейчас покажу, в каком они состоянии. На этом балконе, который есть еще на другом. Там тоже подросли хорошо. Ну вот. Декабрист растет. Забыла я вот этого названия, как обычно. Замекну-ка, по-моему. Вот, что-то пожелтела веточка. Ну, все, в принципе, растет. Фикус, посмотрите, как вырос. Этот тоже очень сильно вырос. У меня вот два фикуса машала хорошо растут. Вот этот тоже цветочек хорошо вырос. Драцена. А вот эта драцена, что-то вот тогда, как померла, сейчас она более-менее начала водить, что-то давать. А вот здесь вот умерло два отростка. Есть еще на другом балконе. Там тоже, по-моему, фикус. Фикус Бенджамина и Замиакулькас. Нет, не Замиакулькас. Какой-то другой цветок, я не помню. Это смесь, которую не поела Зехра. Будем выливать. Всем привет, мои хорошие. Вот, наконец, когда дети спят в обеденное время, у нас вот есть возможность позавтракать. Сколько времени у нас у нас? Один сорок пять. Один сорок пять. Это мы рано еще сели. Обычно у нас бывает в два, где-то мы садимся позавтракать. Было такое даже в четвертом часу сели завтракать. Что у нас сегодня на завтрак? Вот такой у нас классический турецкий завтрак. Конечно, все, что бывает в заведениях при подаче турецкого завтрака, у нас нет. Но вот чем богаты, тому и рады. Яичница у нас, домашние яйца, сливочное масло. Это сыр. Это каймак. Это вечный спор. Вечный спор, что это такое. Это каймак. Это не сметана. Это очень густые сливки подслащенные. Очень-очень густые сливки. Вот этот подслащенный. Мед. Мед кушают с каймаком вместе. Оливки, оливки. Но помидоры, огурцы знаем. Колбаса. Я бы которую привозила из Дагестана. И местная такая тоненькая нарезка тоже. Ну и чай, естественно. Чай, заварка, которую мы привозили из Дагестана. И я привезла, и Зуля привезла свою любимую какую-то заварку. Сегодня будем пробовать Зулину. Она заварила. Всем приятного аппетита, кто за столом. Ну и, естественно, нам тоже. Мои хорошие. Проснулся сынули. И сейчас я буду давать ему орешки. Я, знаете, изначально нарезала мелко-мелко. Но это сложнее, чем через терочку пропустить. Сейчас вот пропускаю через терку несколько орешков, миндаль, фундук и изюм. Изюм уже нарезаю сама мелко-мелко. Ну, давала несколько раз. Я не скажу, что с таким энтузиазмом прям большим. Но едят. Едят. Самое главное, что едят. В итоге вот такая вот вещь у нас получается. Это изюм мелко нарезанный. Чтобы это не было сухо, я добавляю йогурт, турецкий йогурт. Вы можете добавить любимый йогурт вашего ребенка. И все помешать и дать покушать вот такому вот маленькому ангелотику. Да, маменька? Солнышко, скажи что-нибудь. Что-нибудь скажи. Да? Тапунини, тапунини. У него новое слово. Тапунини. Тапу? Тапу? Тапу. Тапу. Очень любит залезать под стульчики и там сидеть. Да, солнышко? А что ты прячешься? А, все понятно. Я все поняла. Все, закрываю камеру. Закрываю. Поймаю. Поймаю, поймаю, поймаю. Ай, я тебя здесь поймаю, поймаю. А теперь ты за мамой, Зехрашка. Зехра, теперь ты маму ловишь. Давай, лови маму ты. Давай. Это мы так играем. Сейчас будем прятаться. Прячемся. Поймаю, поймаю, поймаю. Поймаю, поймаю. Ага, поймаю, поймаю. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня вот наконец-то я помыла свои волосы наращенные. Хуже не стало. Я все переживала. Думала, что они будут плохо выглядеть. Просто нельзя. В принципе, так же выглядит. Мне нравится. Краска чуть-чуть смылась. Немножко ушел пепел. Еще пару раз по-моему. И станет еще светлее, я думаю. Мне нравится. Не знаю, как вам. Конечно. Главное, чтобы мне нравилось. Моим детям. Моему мужу. А Зихрашки, кстати, очень нравятся. Ей нравится тянуть меня за эти самые волосы. Привет, привет, мои хорошие. Рубрика «Что на ужин?» На ужин у нас сегодня наши любимые, любимые всей семьей макароны, спагетти с курицей и грибами в сливочном соусе. Это то, что люблю и я, и муж. Зуля, по-моему, тоже любит. Ну, детям, естественно, мы такое не даем. И муж привез сегодня две домашние курицы порезанные. И будем варить, как я в Дагестане делала заготовку для детей. Варила, потом мелко-мелко нарезала, рассосовывала по пакетам, убирала в морозильник. То же самое будем делать сейчас. Варю в скороварке. Продолжение следует...